Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Евгения Баженко. У нас сегодня в гостях заместитель председателя комитета по занятости населения Республики Алексей Борисович Павлов. А поговорим мы о реализации республиканского проекта «Местные кадры в промышленность». Здравствуйте, Алексей Борисович! Здравствуйте! Первый вопрос. Насколько мы знаем, вы только что вернулись из командировки в Вилюйскую группу районов. Расскажите, пожалуйста, о целях и результатах поездки вашей. Да, действительно. С 12 по 17 февраля Вилюйская группа урсов проводила свою работу. Такая межведомственная рабочая группа, состоящая из сотрудников службы занятости и компании «Алроса» – это кадровые службы. Целью данного мероприятия являлся профессиональный отбор всех желающих трудоустроиться в компанию. Мероприятие проводилось в рамках подписанного 30 января соглашения между нашим государственным комитетом по занятости населения и компанией «Алроса» по набору кадров на Верхнемунское месторождение. Ранее сообщалось, что «Алроса» планирует на это месторождение устроить порядка 600 человек местных жителей. Какие специальности и, кстати говоря, сколько человек на данный момент уже устроено или, может, это отправлено на обучение? – Действительно, компания за два года на месторождение Верхнемунское создала более 700 рабочих мест. По плану этого года ввести 598. В основном, это, конечно, профессии добывающего такого плана. Это горнорабочие, это проходчики, это водители, электрогазосварщики и так далее. Результатом нашей поездки являлся подбор кадров в сумме по четырем районам. Это Верхневилюйский, Вилюйский, Сунтарский и Нюрбинский. Желающих было свыше 1200. 300 компания сразу отобрала как подходящих под свои требования. И им предстоит пройти проверку службы безопасности компании. 450 человек было рекомендовано на прохождение профессионального обучения. То есть им не хватает профессиональных квалификаций. И 350 это молодые специалисты, которые будут направлены на прохождение стажировки на производственных площадках компании в целях получения опыта. Я напоминаю, что у нас в студии первый заместитель председателя Государственного комитета по занятости населения Республики Павлов Алексей Борисович. Вопрос следующий к Вам. Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте местных кадров промышленности. Что он собой представляет? Сам проект направлен, как уже следует из названия, трудоустройство местных кадров промышленной компании. Ситуация на рынке труда Республики сводится к тому, что сейчас 35 тысяч безработных в Республике находится. Основная часть – это, конечно, население сельских территорий Республики. Там безработица достигает 8%. В среднем по Республике – это 7%. Поэтому, чтобы дать людям работу, рабочие места в настоящее время массово и с хорошей заработной платой формируются только при реализации крупных инвест-проектов. Это промышленные компании. Поэтому в прошлом году мы запустили такой ведомственный наш государственного комитета проект «Местные кадры в промышленность» и опробовали его на пилотных компаниях Южной экономической зоны. Это «Ладан Золото», «Золото Селегдара», «Компания Коумер», «Компания Якут Уголь» и «Эльга Уголь». Результатом явилось трудоустройство свыше 2200 местных жителей в эти компании только за 2017 год. И с этого года по поручению Егора Афанасьевича проекту придан статус приоритетного республиканского. Проект является основным направлением в рамках реализации года «Содействие занятости населения». И наша цель в этом году – выйти уже на все промышленные компании. Как я сказал, 30 января уже было заключено соглашение с компанией «Авроса». Также у нас уже заключено соглашение с «Газпром Трансгаз Томск». И до конца марта мы должны заключить соглашение с остальными крупными компаниями, их больше 200 в республике. Скажите, пожалуйста, из тех людей, которые уже трудоустроились, все продолжают работать? Ну, тут надо отметить то, что характер работы. Есть компании, которые работают сезонно, есть компании, которые работают вахтовым методом. Считается, что это постоянная работа. Из 2200 человек 1300 они работают уже постоянно. Скажите, пожалуйста, а в целом охват населения этим проектом, он насколько велик? И каких районов больше касается республики? Мы охватываем все районы республики. Списки желающих мы начали формировать через местные администрации и центры занятости населения, которые на данный день работают в каждом районе. В декабре прошлого года, в конце января, желающих уже превысило 2500 человек. Основная масса, конечно, концентрируется у нас в Вилюйской группе улусов, в Заречной группе улусов, в промышленных районах. Но мы также не забываем про артические населенные пункты, особенно там, где идет промышленное освоение и ведет работу компаний «Алмаза-Анабара» и «Алруса». Скажите, пожалуйста, это касается проектов большей части сельского населения или промышленных регионов и районов Якутии тоже? Жители городов наших, они могут как-то рассчитывать на трудоустройство тоже? Да, вы знаете, мы не делаем ограничения при подборе кадров. Если есть желающий человек, он проходит под всем требованиям компании на трудоустройство, то мы только это приветствуем и способствуем различными нашими мероприятиями и мерами господдержки. Конечно, мы стараемся в первую очередь трудоустроить сельские жители, потому что они в конкурентном преимуществе проигрывают жителям промышленных районов. Во-первых, это территориальное размещение. Вы знаете, что у нас на территории более 3 миллионов квадратных километров располагается 500 тысяч рабочей силы, и промышленные районы удалены от центральной части Якутии, где сконцентрировано больше половины населения. Поэтому мы реализуем мероприятия по переезду, переселению, даем возможность молодым специалистам пройти стажировку. И что немаловажно, техникумы, которые реализуют свои программы на уровне мировых стандартов, и там проводится чемпионат WorldSkills, они расположены именно в промышленных территориях республики. Поэтому у жителей городов есть преимущество намного выше, чем у сельчан. — А преимущества у жителей тех населенных пунктов, тех районов, в которых непосредственно ведется работа, они есть? Или на общих основаниях их тоже принимают? — Знаете, компания не делает разграничения между жителями сельских районов и городских территорий. Допустим, компания, мы отработали в прошлом году по Нирингли, они не делали разграничения, это жители Нирингли, или жители Якутска, или жители, допустим, Сунтарского района. Для них главное, чтобы претендент отвечал на требования, то есть соответствовало квалификации профессиональной, соответствовало стажу, не был судим и так далее. Если подходит кандидат, компания с удовольствием трудоустраивает, потому что новых рабочих мест только в этом году в промышленной компании создадут более 5000. Если взять, к примеру, компания Коммер, только одна компания Коммер в этом году ведет 1300 новых рабочих мест. — А обучение за чай счет происходит? Обучение как государственная услуга, она реализуется в основной своей массе за счет средств государственного бюджета республики. Ее реализует Государственный комитет по занятости населения. Обучение проходит как в учебных центрах компании, так и в техникумах республики. Но с этого года мы в сам проект соглашения с компаниями и ведем такие переговоры о том, чтобы компании софинансировали. И с этого года мы еще наблюдаем такую позитивную тенденцию, что главы муниципальных районов тоже готовы и уже определили определенные финансовые средства на профессиональное обучение своих жителей. То есть они понимают, что в целом развитие района зависит от того, насколько качество жизни будет у местного населения. И они способствуют трудоустройству промышленной компании. — Скажите, преимущественно как жители в компаниях трудоустройства? Вахтовым методом или на постоянную работу? — На территории республики более 30 компаний ведут свою работу вахтовым методом. Есть компании, которые ведут сезонным характером, имеется у компаний. Для жителей сельских территорий, конечно, востребованы очень сезонные характеристики. Когда они могут на лето выехать на промышленный сезон, отработать и достаточно серьезно заработать, заработная плата очень высокая, привезти домой. Поэтому по проекту мы не делаем разграничений, стараемся стимулировать трудоустройство как на вахту, так и на сезонные работы, на постоянные работы. — А заработная плата, Вы сказали, высокая. Она намного выше, чем в среднем по республике? — Да, она выше, чем в среднем по республике. В промышленных компаниях средняя заработная плата в прошлом году уже превысила 100 тысяч рублей. Для сравнения, в сельском хозяйстве заработная плата была чуть выше 20 тысяч рублей. — А в зависимости от компании она разнится, величина заработной платы? — Нет, компания, она в принципе одинаковая и зависит только от стажа работы, от профессиональной квалификации работника и как он, конечно, себя зарекомендовал. — А сами крупные компании, они насколько заинтересованы в реализацию проекта вот этого вот? — Ну, Вы знаете, в настоящее время, уже на протяжении многих лет, компании, не имея возможности работать в сельском местности по привлечению профотбора кадров, привозят трудовые ресурсы из-за пределов республики, из других субъектов России. Допустим, Сургутнефтегаз каждый год привозит на Талакан свыше 8 тысяч человек. Поэтому Госкомитет создает условия для компаний провести профотбор и провести рекрутинг кадров из числа любого района республики. Это, конечно, дает преимущество конкурентным местным жителям и дает возможность компаниям сэкономить средства на привлечение кадров. — А сам проект местных кадров промышленности, на какой срок рассчитана его работа? — Целью проекта является создание системы привлечения, подбора, подготовки трудоустройства кадров. Он рассчитан, соглашение мы сейчас заключаем на 5 лет, по 22-й год. А дальше уже должен пойти процессным методом трудоустройства в компании на постоянной основе. — А перспективы этого проекта, на Ваш взгляд, каковы дальнейшие? — Я думаю, что перспективы, они зависят, конечно же, от самих компаний. Но компании идут навстречу. Если будет развиваться промышленность в республике, будут создаваться новые рабочие места, то, конечно, потенциал проекта очень грандиозный. — Спасибо. Напомню, что у нас в студии был Алексей Борисович Павлов, первый заместитель председателя Государственного комитета по занятости населения Якутии. А говорили мы о промышленности и о реализации проекта «Местные кадры в промышленности». «Местные кадры в промышленности»